Многие, уезжая в отпуск, хотели бы хоть раз почувствовать по-настоящему райское наслаждение, полностью отвлечься от всего и насладиться красотой вокруг. Все это и даже больше смогут дать Канарские острова. Они расположены недалеко от берегов Африки и представляют собой массив из 13 островов, большая часть которых готова круглый год встречать туристов. В основном люди едут отдыхать на самые большие острова из всего массива, а именно, Гран-Канария, Гран-Канария, Тенерифе, Тенриф, Фуэртивентура, Фуэртивентура, Ла Гамера, Ла Гамера, Иерра, Элхьера. Интересно, Канарские острова являются частью Испании и возникли из-за извержения вулканов, вокруг них до сих пор имеется много действующих вулканов, которые порождают неописуемую красоту. Итак, как же определиться, на какой остров брать путевки? Сделать это довольно просто. Самыми популярными и разнообразными являются два и выбирать туристу приходится обычно из них Тенерифе или Гран-Канария. Поэтому иногда встает вопрос, Гран-Канария или Тенерифе что лучше? Лучшим местом для времяпрепровождения обычного туриста станет остров Тенерифе, так как он имеет большее количество разного рода развлечений, баров, ресторанов, магазинов и так далее весомым аргументом еще является перелет без пересадок. В отличие от других островов, курорт Тенерифе может этим похвастаться. Когда человек определился с местом отдыха, перед ним встает другой вопрос, когда ехать на Тенерифе? Какой выбрать на Тенерифе сезон для поездки? Это не так важно, можно выбрать любой месяц, будь то июнь, июль или же конец мая, отдохнуть и расслабиться на острове можно в любое время года. А все из-за того, что канарский климат очень мягкий, тут почти отсутствует такое понятие, как сезонность и сезонный отдых. Солнечный свет озаряет острова своими лучами почти круглый год, температура практически всегда колеблется около отметки в 20 градусов. Возможность встретить дождь очень мала, а температура воды не опускается ниже 17-18 градусов даже зимой. Здесь и не очень жарко и не холодно, все это поспособствовало становлению богатой флоры и фауны. На островах располагается множество заповедников, обитают редкие виды животных и прочие живые организмы. Обратите внимание, чтобы застать разгар сезона, сюда лучше ехать в самом конце лета, то есть в августе. Или в начале осени, сентябрь, дабы в полной мере насладиться этим отдыхом. Перед людьми, которые выбирают путевки, часто встает вопрос, Тенерифе или Майорка где лучше? Мадейра или Тенерифе. Тут, опять-таки выигрывает Тенерифе. Он сам по себе больше, его омывает океан, здесь больше развлечений, как для семьи с ребенком, так и для одиноких людей. Мадейра может подкупить туристов, желающих получить лечебный отдых. Там отсутствует прямой выход к морю. Хоть и на каждом из этих островов пляжный или же лежачий тип отдыха, все же он будет более насыщенным на Тенерифе. Еще весомым аргументом в пользу этого острова выступает уровень развития отельного сектора, тут они на любой вкус и все с хорошим уровнем обслуживания. Майорка, Майорка, как ее обычно называют, или как правильно Мальорка, является более дорогим местом, при этом обладающим меньшим количеством развлечений. Полностью определившись с местом отдыха, туристу нужно знать, где лучше отдыхать на Тенерифе. На самом острове есть множество прекрасных живописных пляжей, тут стоит выбор между южным и северным побережьем. Первое обладает шикарным климатом, второе вводит в восторг благодаря своей растительности. Говоря о пляжах, можно наблюдать помимо обычного песка темный вулканический. Такое редко где можно встретить, и в сочетании с потрясающей океанической гладью это образует просто невероятный эффект. Обратите внимание, из-за того, что на острове туристы отдыхают почти круглый год, здесь всегда есть очередь на номера в отелях. Поэтому покупать тур лучше заблаговременно. Остров Тенерифе знаменит на весь мир своими клубными вечеринками, что для людей, жаждущих насыщенной ночной жизни, будет несомненно плюсом. Днем, океан, ночью, вечеринки. Каждый год на острове проходят десятки фестивалей, имеющих самые разные направленности, каждый сможет найти тут что-то для себя. Немного оторвавшись от великолепных пляжей Тенерифе и зайдя ближе к центру острова, можно лицезреть невероятные пейзажи, схожие по виду с поверхностью каких-то далеких планет из-за вулканов. Интересно, горы, кратеры, обилие растительности и животных все это есть на одном небольшом острове. Мало кто может остаться равнодушным к этому месту. Также весомую часть помимо пляжей и прекрасной природы занимают курортные зоны, на острове их несколько. Где лучше отдыхать в Турции в июле уезжая на Тенерифе и задаваясь вопросом, куда лучше ехать, выбирать придется из нескольких имеющихся на острове курортов. Плайо де лас Америкас. Один из них, это Плайо де лас Америкас, то есть пляж Америки, окруженный горными массивами. Это место считается одним из самых популярных среди туристов. Тут не так часто можно встретить русскоговорящих людей. Это место полностью является туристическим, местные жители тут не живут. Зато туристу, желающему получить все от этого отдыха, точно стоит присмотреться к этой части курорта. Здесь в большом изобилии апартаменты, клубы, рестораны абсолютно на любой вкус и кошелек. В центре пляжа Америки ночью бурно кипит клубная жизнь, но также любители спокойного отдыха смогут найти в Плайо де лас Америкас что-то и для себя. Западная часть курортной зоны как раз подойдет для таких людей. В этом месте десятки разного рода развлечений, которые даже не счесть. Тут и спокойные SPA процедуры, и поездки по местности на вездеходах, и балеты все водные типы развлечений, такие как аквапарки, водные прогулки и тому подобное Лос Крестианос. Следующей курортной зоной, соседствующей с американским пляжем, является курорт Лос Крестианос, расположенный у подножья вулкана Монтания де Гуаса. Этот курорт уже заметно отличается от предыдущего, в основном тут отдыхают пенсионеры из Европы. Это тихое и спокойное место для неспешного провождения времени. Это место будет идеальным для любителей исключительно пляжного отдыха, тут совсем немного туристических развлечений, а по ритму жизни, Лос Крестианос напоминает небольшую деревушку. Молодежь скорее всего заскучает в этом месте, но при желании отсюда можно спокойно добраться до Плая де Лас Америкас, где в полной мере представлены разные развлечения. Это то место, где лучше отдыхать на Тенерифе в октябре или в начале осени. Дабы попасть из привычной холодной осенней рутины в сказку. Плая Парреса. Плая Парреса или Жирайский пляж – крошечное местечко, еще более спокойное, чем Лос Крестианос. Но здесь есть только каменистые пляжи, совсем не располагающие к пляжному отдыху. Купание в океане уже не будет таким приятным процессом. За привычным мягким и согревающим песком придется ехать куда-либо. Если же брать машину на прокат и самому перемещаться по острову, наличие каменистых пляжей не сыграет большой роли. Эль Медана. На этом курорте ситуация полностью противоположная курорту Плая Парреса. На Эль Медана располагается самый большой и, что немаловажно, естественный песчаный пляж на Тенерифе. Сёрфинг. Виндсерфинг – это место будет идеальным как для опытных любителей бороздить просторы океана на доске, так и для новичков. Условия для катания тут идеальные, также спокойно можно взять снаряжение в прокате. На этой карте можно увидеть расположение всех курортов острова. Тенерифе – идеальное место для отдыха, независимо от того, какой у туриста бюджет, предпочтение и возраст. Здесь хорошо смогут провести свое время абсолютно все отдыхающие.